хочу всех поприветствовать я думаю у каждого из вас так же как и у меня накапливается очень много ненужной электроники часть из нее вышла из строя от времени часть просто устарела потому что сейчас мир движется так точнее технологии движутся так быстро что за этим практически тяжело успеть вроде бы недавно только покупали новые тюнера прошло несколько лет и они уже устарели уже надо покупать новое и не только дело в тюнерах уже 9 вообще забыли о них видите вообще ушли на задний план все это накапливается конечно многие это все выкинули если вы еще это оставили где-то она у вас валяется я предлагаю найти этому какое-то применение давайте также вместе об этом подумаем я выпускал серию видео на эту тему и вы мне также писали куда можно это все применять и обязательно если у вас есть еще идеи то пишите под видео я думаю они также будут многим интересны мои постоянные зрители и подписчики не пугайтесь я знаю что вы заходили на мой канал для того чтобы посмотреть информацию о спутниковом а т2 телевидение какие-то новости какие какие-то изменения которые происходят на спутниках посмотреть таблицы это также отражено на моем сайте с чипком ю и я это все не бросаю я так и дальше буду продолжать это все делать просто сейчас изменения происходят настолько редко вы все это я думаю тоже заметили и поэтому я буду также снимать дополнительные интересные видео электроники я уже смол о ремонтах но сейчас именно будет электроники как ее куда использовать какие-то схемные решения и так далее а мы давайте продолжим я сейчас буду показывать это все на примере спутниковых тюнеров ну это примерно то что я буду рассказывать вот именно в этом виде вы найдете похожие те же детали платы и в 9 дишках и в другой техники и давайте посмотрим куда их можно использовать и вот если разобрать любое современное устройство мы там найдем обязательно импульсный блок питания в более старых моделях были силовые блоки питания но сейчас будем как раз говорить о более новых моделях импульсные блоки питания но они присутствуют почти в каждом том же тюнере dvd и так далее и даже еще лучше если вас тюнера не такие более маленькие современные старого вообще образца сейчас я не могу показать но это более габаритные тюнера там как бы блоки питания побольше и у них есть целый клондайк деталей деталей какого плана я уже рассказывал о том как эти блоки питания можно использовать если не у вас рабочие каких переделать сделать какой-то блок питания для своих поделок и на них проводить разные опыты эксперименты ну а сейчас мы поговорим о том что можно ценного из деталей извлечь из этих плат допустим рабочих не рабочих блоков питания даже если не вас не рабочие что это как правило 99 процентов деталей там все равно остались которые можно дальше использовать потому что они рабочие и только какая-то 1 2 деталь вышли из строя и вот я подготовил схемные обозначения тех деталей которые можно найти в любом современном тюнере 9 в любых современных импульсных блоках питания и начнем слева это те которые обязательно присутствуют они есть в любом блоке питания это допустим резисторы конечно переменных подстроечных резисторов вы можно сказать нигде не найдете блоках питания это очень большая редкость а вот постоянные резисторы там есть какой-то ассортимент которые также пригодятся нам для каких-то дальше поделок экспериментов это я буду делать следующих видео сейчас мы пока разберемся то что мы можем накопать наших этих изделиях как выглядит резистор если вы кто не знаете то это вот такие мелкие детали цилиндрики по бокам у него два вывода они могут быть помечены цветной маркировкой импортные как правило цветные и наши там пишут обозначение как разбираться в этой маркировке я также расскажу следующих видео следующая деталь которая также присутствует в любом блоке питания это конденсаторы сейчас идет речь о постоянных конденсаторах я забыл сказать резистор обозначается вот так на схеме конденсатор вот его обозначение это конденсатор переменного тока и так же само вот как они могут выглядеть допустим вот зелененькая деталь это конденсатор вот конденсаторы вот конденсатор я об этих конденсаторах и фильтрах рассказывал вот конденсатор В общем-то, выглядеть они могут по-разному. И также их тут есть какой-то ассортимент, который нам пригодится для дальнейших экспериментов, опытов, подделок. Следующий конденсатор, который также присутствует обязательно в любом блоке питания, это электролитический. Обозначается он так. У него один вывод плюс, один минус. Это то, что он должен работать только в цепях постоянного тока. И выглядят эти конденсаторы. Бочонки снизу два вывода. Минусовой провод всегда помечен. Минус. Они бывают высоковольтные, но здесь уже выпаян высоковольтный. Они стоят в первичной цепи. И более низковольтовые во вторичной цепи. Ассортимент их довольно неплохой. Они пригодятся для разных целей. Так же самое для наших поделок. Следующая деталь, которая обязательно практически везде в тюнере присутствует, это предохранитель. Вот так он обозначается. И вот так он чаще всего выглядит. Они бывают в коробочках, бывают на ножках запаяны. Немножко у них бывает отличия. Бывает электронный предохранитель. Особенно это встречалось в опенбоксах. Но это более редко. Они как бы используются для наших схем, будут реже. Но все равно пригодятся. Следующая деталь, которая также присутствует в каждом тюнере, это дроссель. Этот дроссель на схеме обозначен обыкновенный одинарный. Вот. Они находятся тут, как правило, во вторичной цепи. Эти детали здесь нужны для фильтрации высокочастотных помех, которые создаются при преобразовании напряжения. И они также нам пригодятся. Также встречаются дроссели здесь только двойные. На схеме он обозначается похожий на трансформатор, только развернутый горизонтально. И вот он как выглядит, этот дроссель. Может он, конечно, выглядеть и вообще на вид, как трансформатор. Вот, допустим, вот трансформатор, а вот дроссель. Как бы трансформатор в миниатюре. Это для фильтрации помех входной цепи. Следующая деталь, трансформатор. Вот так она обозначается. Она имеет обязательно одну первичную обмотку и обязательно одну вторичную. Но иногда она может иметь отводы от этих обмоток и не обязательно одну обмотку вторичную. Она может иметь их несколько, допустим, 2, 3 и так же само иметь отводы. Вот как на любых из этих блоков питания вторичное напряжение всегда здесь несколько. Допустим, 3 вольта, 5 вольт, 12, бывает 24, бывает еще 28. В общем-то, разное напряжение питания здесь присутствует. Я также в своих последующих видео расскажу, как легко и быстро разбирать эти трансформаторы, чтобы не повредить их, как их перемотать и как сделать блок питания на любое нужное нам другое напряжение. Не только те, которые он выдает в данный момент. Следующая деталь, опять же, которая обязательно присутствует в любом блоке питания, это диоды. Здесь они также есть, входные диоды. Допустим, вот они так выглядят. Выходные диоды, они более мощные, более мощные токи. Хотя есть и помельче диоды. Так же само мы их будем использовать. И следующая деталь, которая, опять же, присутствует практически в каждом тюнере. Почему я сказал практически в каждом? Потому что иногда можно встретить импульсные блоки питания, которые ШИМ-контроллер выполнен на транзисторах. В большинстве блоков питания в тюнеру ШИМ-контроллер это отдельная микросхема. Вот, допустим, она так выглядит. Хотя в нее вид может быть и другой. Сейчас я попробую здесь быстро найти. Вот, бывают ШИМ-контроллеры, которые вертикально крепятся на радиатор. Хотя можно попутать это и с транзистором. Но в этой схеме это именно ШИМ-контроллера. Хотя нет, как раз вот эта схема и есть. Когда нет ШИМ-контроллера, здесь стоит два транзистора, которые выполняют роль ШИМ-контроллера. Следующая деталь, которая, опять же, присутствует в каждом блоке питания. Это оптопара PS817. Я уже о них рассказывал и еще буду рассказывать дальше. Вот она как выглядит. Она слегка похожа на микросхему. Четыре вывода. Два с одной, два с другой стороны. Это как бы оптическая развязка. С одной стороны у нее светодиод. С другой стороны фототранзистор. И она также может применяться в разной схемотехнике и в разных поделках. Следующая деталь, опять, которая присутствует в каждой плате электронных блоков питания. Это стабилизатор TL431. Вот она как выглядит. Она очень похожа на транзистор. Некоторые могут даже попутать ее с транзистором. Это вот эта вот черненькая деталька. Три ножки. Полубочонок. Но это как раз стабилизатор напряжения. И теперь дальше пошли детали, которые можно встретить не в любом тюнере. Но, опять же, в большинстве, особенно в старых тюнерах и в DVD-шках, они присутствуют. Это варистор. Вот так оно обозначается. Резистор перечеркнут. И стоит буковка U напряжения. Я бы в деталях рассказывал тоже уже не раз. Хотя буду еще показывать и рассказывать. Вот, допустим, для образца несколько видео. Вы можете посмотреть, где можно уже, как бы я рассказываю, применить эти детали. Детали, допустим, для того же сетевого фильтра. Давай покажем. И сейчас я покажу, как она может выглядеть. Вот, допустим, она выглядит вот так. Некоторые также могут ее попутать с конденсатором. И не думайте, что она обязательно должна быть синего цвета. Вот, допустим, на другой плате стоит два конденсатора синеньких, похожих на нее. А вот эта желтая как раз и есть варистор. Ну, когда вы дальше будете смотреть видео, вы начнете легко различать каждую деталь по маркировке, по форме. Это несложно. Переходим к следующей детали. Это термистер. Обозначается она также похожа на резистор. Опять же, перечеркнут. И стоит буковка T. Сейчас я ее покажу. Допустим, вот она. Также у меня есть о ней уже несколько видео. Я уже рассказывал о этой детали. Хотя буду еще также рассказывать дальше в следующих видео. Это резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Я забыл сказать, что варистор меняет свое сопротивление в зависимости от напряжения. Он является как защита, используется для защиты нашей электроники. Так же само. И эта деталь используется для защиты нашей электроники при включении. Дальше вот это пошли уже детали, которые могут присутствовать на плате, могут не присутствовать. Следующая деталь. Похожее обозначение на диод, но с черточкой. Это стабилитрон. Стабилитрон также может присутствовать не на любой плате. Хотя они также встречаются. И мы дальше также будем разбирать это все в следующих видео. И еще есть детали, которые тоже встречаются не часто, не на каждой плате. Хотя сейчас я для образца покажу. Они идут часто в паре с шим-контроллером. Допустим, как здесь вот стоит микросхема шим-контроллера. А вот стоит деталь. Транзистор. Вот она. Они бывают полевые, как вот на обозначении. Бывают биполярные. Можно встретить и те, и те. Работают они для того, чтобы усилить саму микросхему. Потому что иногда микросхемы имеют слабый ток по выходу. И чтобы это все усилить, используется транзистор более мощный. И следующая деталь, которую также вы не часто встретите в тюнере. Она похожа на транзистор. Но это микросхема стабилизатор напряжения. Они нужны по вторичке, чаще всего стоят. Для дополнительной стабилизации напряжения я встречал 12-ти вольтовые, 5-ти вольтовые. Но это более редкие детали, которые там используются. Так вот. Распаяв любую из этих плат, мы получаем уйму деталей, которые нам пригодятся для дальнейших поделок, экспериментов. Я думаю, особенно если у вас тюнер не рабочий, то ее не жалко распаять. Хотя если даже он уже устаревший и рабочий, то чем он будет пылиться на полке, я думаю, лучше использовать его по делу. Хотя вы, если он рабочий, можете использовать просто как рабочий блок питания. Надеюсь, что это видео вступительное вам понравилось. Если вы заинтересовались этим, не забудьте подписаться на мой канал. А на этом всем приятных просмотров и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok